друзья приветствую юрий из новосибирской области прислал образцы масла neste pro 040 сейчас я вам покажу вот описание автомобиль условия эксплуатации значит масло это полнозольное ну и распечатка протокола испытания лабораторного с одного известного сайта но что-то сошлось что-то не не очень так сейчас я покажу две баночки естественно свежая отработка ну и можно приступать так сейчас я обновлю спектрограмму на ранее создан болванки болванка созданные на основе масла castrol 030 вот закладываю это для того чтобы в анализе учитывался кислотное появился пункт так смотрите такая спектрограмма ну минимальное количество здесь я в принципе оцениваю так на полтора процента может быть эстеры вот по этому пику на глаз если оценивать так следующим этапом сейчас я подкорректирую данные которые сместились в результате обновления спектра вот и посмотрим что намеряет прибор потребуется там корректировку но на таком уровне эстеров корректировки как правило не требуется убираю пункты анализа по разбавлению биодизелем и пузырьки так смотрите противоизносных присадок 87 процентов относительно castrol 030 то есть чуть пониже уровень вот но мы не знаем может быть это из-за эстеров этот уровень я выставляю в сто процентов а может быть и сейчас обращаю ваше внимание значит натан это кислотное число и tbn щелочное посмотрите значит щелочное характерное для полнозольного 9 и 6 прибор на мерил лаборатория намерила 9 вы 10 там сотами с какими-то а кислотное очень низкая для полнозольника 158 это очень мало я вот отрицательные значения сейчас посажи там по убираю значит очень низкая на мой взгляд кислотное это говорит о том что как я считаю что это очень чистая база они как раз рекламируют это масло делается на одной базе вместе с вололином я не знаю честно горячая эта база или неста или вололина next base они ее рекламируют и рекламируют как очень чистую и вот судя по всему это и говорит о том что база очень чистая и такое низкое кислотное так значит можно проверять отработку эталон создан это крета семнадцатого года 16 g4 fg 123 силы чип тюнинг катализатор удален объем масла 36 59 тысяч пробега 3 240 пробег на масле но учитывая низкую среднюю скорость это 230 моточасов использовалась когда но и топлива 95 g drive в описании к видео более полная информация по условиям эксплуатации там от юрия да вот значит по отработке противоизносных присадок 76 процентов отлично не трава не в принципе в норме все смотрите низкая очень сажа несмотря на 230 моточасов одна сотая процента всего не так сильно подросло кислотное 252 но и принципе еще достаточно высокое щелочное 58 то есть масло полностью рабочие и у него еще остался запас приличный вот все тут все общем то отлично так что еще тут можно посмотреть на общем то все понятно база кстати очень сильно влияет на мой взгляд чем меньше на чем чище база тем меньше в ней всяких химических примесей соответственно меньше химических реакций она за счет частоты база более стабильная получается но опять же это я так понимаю но это в общем то этой основы химии сейчас покажу вам значит сравнение вязкости но здесь средняя скорость 14 километров в час средний расход 10 литров на 100 километров до видите вот она средняя скорость низкая преимущественно значит как написал юрий короткие поездки много прогревов вот это выливается в разбавление топливом маслом но здесь ничего критического в принципе нет вот так да кстати отмечайте видео подписывайтесь кто не подписался кто подписался по второму разу подписывайтесь нажимаете колокольчик да кстати если не приходит уведомление тем кто нажимал отпишитесь и подпишитесь заново говорят помогает я просто слышал жалобы на это так и вот результаты посмотрите по моющим нейтрализующим свойствам почти 390 моточасов отличный результат по ней траванию классика около 500 часов обычно топливный фильтр и воздушный фильтр выдерживает но так примерно частенько такое ну и вязкость 560 моточасов несмотря на такие тяжелые условия то есть масло отработала отлично и здесь некоторые размышления по этому поводу я уже не первый раз замечал и даже в каких-то видео делал на этом акцент что когда низкая очень средняя скорость мотор работает скажем так на минимальных нагрузках естественно масло меньше нагревается и опять же меньше деградирует из-за этого то есть такие моменты значит положительно влияют с одной стороны это ведь разбавление достаточно такое прилично а с другой стороны вот такие условия они более щадящие к маслу ведь основная основная причина ускоренной деградации масла почему некоторые моторы называют убийцами масел я так понимаю что они в более таких температурных напряженных режимах работают например стоят форсунки которые охлаждают маслом дно поршня естественно поршень сильнее нагревается больше нагревается масло быстрее происходит химические реакции помните до школьный курс чем быстрее чем выше температура тем быстрее протекают химические реакции ну естественно масло быстрее деградирует быстрее окисляются ну и такие же моменты конструктивные могут быть это связано допустим с с блоком с толщиной стенок вокруг камеры сгорания тоже это может влиять там именно температура вот ну и такие нюансы я думаю конструктивные также могут влиять и вызывать более быстрый износ скажем масла именно окислительный ну вот такой получился тест благодарю юре за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких до подписывайтесь на яндекс дзен на всякий случай если вдруг рубанет но если рубанет youtube ищите меня на яндекс дзене на рутубе наконец-то через четыре дня модерацию видео одно прошло ну и в телеге тоже есть как алдархосе всем удачи здоровья еще раз всем мира берегите себя пока